Всем привет! Это Яна из команды All The Most, также представляю BreakSmart, и я снова с вами на проекте BreakAdvice. Сегодня я хотел бы рассказать вам о нескольких базовых концепциях, используя которые вы могли бы, скажем так, разнообразить свой танец, даже используя совсем самые простые движения и заходы. Собственно, первая концепция – это концепция перемещений. Она заключается в том, что вы, используя свои шаги, добавляете к ним разнообразные перемещения. Это могут быть перемещения вперед или в сторону, либо под какими-то определенными другими углами. Концепции вы можете использовать как танцуя вверху топ-рок, так и уже делая, например, футворк. Собственно, в топ-роке это могло бы выглядеть таким образом, да, предположим, что вы используете два самых базовых шага. Это шаг вперед, естественно, самый первый шаг, который, в принципе, люди могли придумать в тех или иных видах танцев, и шаг в сторону. Вот, и даже с этими двумя примитивными шагами, используя концепцию перемещения, вы уже можете начать как-то более-менее танцевать, да. То есть вы шагаете вперед, но при этом, например, двигаетесь назад, либо опять же вперед, либо в сторону. Добавляете шаг в сторону, опять же, можете с ним двигаться вперед, назад и так далее, менять какие-то углы. И уже это начинает смотреться более-менее интересно. А если же вы добавляете больше и больше шагов, то, соответственно, пространство вариантов растет, и ваш танец становится еще интереснее и интереснее. Ту же самую концепцию вы можете, естественно, использовать, делая, например, футворк, и даже используя какие-то самые базовые шаги, которые наверняка каждый из вас уже умеет. Благодаря проекту Break Advice, например, такие как 6-step, 3-step или другие шаги, вы можете, скажем так, сделать более интересными, более динамичными и так далее. Выглядеть это могло бы примерно вот так, да. То есть, предположим, что мы делаем 6-step, но мы двигаемся вперед, либо также мы можем двигаться назад. Абсолютно любой шаг вы можете применить к этой концепции. Вторая базовая концепция – это концепция вращений. И с ней вы уже немного познакомились в предыдущем моем уроке, да. То есть, мы делали топ-рок и делали вращения разнообразные. Я хочу еще раз это освежить в вашей памяти. Собственно, все, опять же, максимально просто, да. Вы делаете любые движения топ-рока, например, либо же футворка, либо заходов, и добавляете к ним вращения. То есть, предположим, да, любой шаг, например, шаг в сторону мы берем, добавляем к нему вращение. Не обязательно это может быть 360 градусов, это может быть 90, может быть 360, может быть 180, да. То есть, любой угол вращения, но этот шаг уже начинает смотреться более-менее интересно. То же самое, например, предположим, вам нужно зайти вниз. То есть, самый простой, ну, вариант, который вы можете это использовать, это просто сесть на корточке, да. И это не очень смотрится, это неинтересно. Но, используя вращение, это уже смотрится более-менее как-то динамично. Если вы добавите еще какую-то деталь, предположим, например, подпрыгните, это первое, что пришло мне сейчас в голову, да, в вращении. Если вы зайдете вниз и сделаете какую-то еще деталь, то это будет смотреться еще интереснее. Соответственно, пространство вариантов безгранично используйте это. Можете применять это также в футворке, да, то есть, делать какие-то, может быть, остановки после них, вращение. То есть, да, можно делать опять вниз, вверх и так далее. То же самое с выходами из ваших движений, то есть, предположим, вы делали футворк, либо что-то еще, и встаете вверх не просто, а встаете вверх опять же на вращении. Смотрится более динамично и, на мой взгляд, интересно. Ну и, собственно, третья концепция, о которой я хотел бы сегодня рассказать, это концепция использования уровней. Концепция уровней подразумевает под собой то, что вы разделяете, скажем так, свое тело на три условных уровня. Это может быть также 5, может быть 10, 20, неважно, да. Я всегда беру три условных уровня и между ними стараюсь сделать максимальное количество перемещений, да. То есть, предположим, верхний уровень это топ-рок, а если мы возьмем, например, фрезы, то это может быть какой-то фриз на руке. Если мы возьмем пауэр-мув, то это может быть, например, 99 или р-твист. Средний уровень, да, это, например, если это топ-рок, то мы можем там чуть-чуть опускаться вниз. Это могут быть такие элементы пауэр-мува, как свайп, флэр и какие-либо другие. И нижний уровень это какие-то низкие фрезы типа бэйби, да, собственно, футворк базовый, может быть, даже какой-то заниженный футворк там с опусканием тела. Может быть, какие-то переходы на животе, спине и так далее. Собственно, идея заключается в том, что смена этих уровней, она добавляет, ну, некой динамичности вашим танцам. Потому что, как я считаю, если человек все время находится на одном из этих уровней, то это смотрится, ну, чуть-чуть более скучно, нежели если он эти уровни меняет. Использовать эту концепцию вы можете в своем ключе применять абсолютно разные движения. Ну, самым простым примером могло бы быть, да, заход с топ-рока в какой-то, может быть, с прыжком даже со смены уровней еще более вверх. С проваливанием, с проваливанием самый нижний уровень, да, то есть, может быть, прыжок, да. То есть, это смотрится чуть более динамично, чем если бы я танцевал, заходил бы плавно и опускался бы вниз. То есть, иногда заход плавный тоже смотрится классно, то есть, тут зависит от того, как вы это используете. Вот. Но идея концепции, опять же, заключается в том, что часто перемена этих уровней, она добавляет некой динамики вашим движениям. Также данную концепцию вы можете использовать, делая power move, то есть, например, используя какие-то необычные переходы, такие как промокашка 99, промокашка R-Twist, либо, может быть, бочка 99, бочка R-Twist. Собственно, надеюсь, эти три концепции вам помогут в вашем совершенствовании. Они очень простые, подойдут как новичкам для самых, собственно, первых их шагов, так же и людям, которые уже чуть дольше занимаются, они смогут их использовать достаточно плодотворно. С вами был Ян, команда All The Most на проекте Break Advice. Смотрите, учитесь, развивайтесь.